МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В том, что сейчас бывшие ЖКСы превратились в управляющие компании и, по сути, выиграли все эти конкурсы, которые могли выиграть якобы любые компании. И мы обсудим этот вопрос вместе с нашими гостями, которые непосредственно были участниками этих конкурсов, которые видели в очередь все то, что происходило. И поэтому рад представить, в первую очередь, это Виктор Шатов, член городской организации Демальянс. Спасибо большое, что вы нашли для нас время. Чуть позже к нам присоединятся другие гости. Ну, а пока что мы предлагаем нашим телезрителям вместе посмотреть небольшой видеоматериал, который и рассказывает о том, каким образом в Одессе проходили те конкурсы, о которых сказал Игорь. А наши съемочные группы побывали в Приморской райадминистрации и в Малиновской райадминистрации. Давайте вместе увидим, что же там происходило в пятницу и сегодня. Так завершился конкурс среди управляющих компаний, которые должны были заменить ЖКС в Приморском районе. Оказалось, что в нем участвовало всего пять организаций. Два было отклонено в связи с тем, что они подали неполную документацию. Остальные компании, это три компании КП ЖКС Фонтанский, КП ЖКС Портофранковский, а также общество с ограниченной ответственностью, место для людей сервис, которое зарегистрировано в городе Киеве. Победителями стали ЖКС Фонтанский и ЖКС Портофранковский. По одной обслуживающей компании на каждый лот конкурса. По заключению комиссии, именно эти организации способны обслужить лоты, в каждой из которых вошли 1400 и 1000 многоквартирных домов. У нас было изначально два лота, поэтому любой желающий, кто хочет на этом рынке работать, независимо, мелкий, немелкий, мог принять участие. Еще когда начался конкурс, было понятно, что вся эта подготовка с разбитием лотов, не так как надо, один дом, один лот, или хотя бы какими-то группами, разбилось все точно по количеству ЖКСов. То есть уже изначально было понятно, что это готовится для того, чтобы оставить за этими коммунальными предприятиями. Никто не собирался отдавать эти дома нормальным другим управляющим компаниям. Аналогичная ситуация сложилась и в Малиновском районе, где комиссия заседала в минувшую пятницу. Тогда общественники высказались относительно законности проведения конкурсов прямо в зале. Достаточно почитать вашу конкурсную документацию, где для огляда 700 будинків надавалось меньше 10 годин. Цікаво мне очень побачить эти компании, что оглянули эти будинки за 10 годин. Все это говорит о злочинных действиях нынешней міської ради, которая желает создать новых монополистов, отдать район фактически в две руки. В Малиновском районе все многоэтажки тоже разделили на два конкурсных лота. В одном 700 домов, в другом 500. Распределение объектов конкурса произошло без учета мнения одесситов, с нарушением государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса и с грубейшими нарушениями антимонопольного законодательства. Активисты уверены, конкурс проводят таким образом, чтобы не допустить к нему компании, способные предоставить одесситам высокий уровень услуг. А тех, кому все же удалось оказаться в рядах конкурсантов, комиссия исключает в пользу существующих ЖКСов или фирм, приближенных к горсовету. Сейчас комиссия вам огласит какие-то цифры, которые, опять же, вы не увидите. И эти цифры потом распоряжением главы Малиновской районной администрации от имени всех одесситов, всех жителей районов, будет заключен договор на год и все. И жильцы уже обязаны будут официально платить этим компаниям-монополистам по тому тарифу, который незаконно принят, не утвержден городским советом с нарушением монопольного законодательства. Общественники предполагают повышение тарифов в разы и намерены обжаловать результаты конкурсов в суде, а также призывают подключиться к решению проблемы всех одесситов. А тем временем к нам в этой студии подключился наш следующий гость. Это Юрий Дьяченко, глава городской организации «Демальянс». Спасибо большое, что нашли для нас время. Сразу же объявлю, интерактивное голосование вы также можете подключиться к этой беседе. Как вы считаете, станут ли частные ЖЭКи лучше работать? Если вы считаете, что да, здоровый рынок заставит, первый вариант ответа. Если вы считаете, что нет, только вырастут платежки, второй вариант ответа. Если вы считаете, что сперва пусть отсидят за прошлое, третий вариант ответа. Вот вы увидели сюжет, вы присутствовали на этих комиссиях. Впечатление ваше? Приморский район вы присутствовали, да? Впечатление, что комиссия на самом деле уже знала, кто победит, скорее всего. Абсолютно, как сказать, такая закрытость. Абсолютно не хотели выслушать мнение, что необходимо конкурс переносить. Но оно и понятно, скорее всего, все было речено заранее по поводу того, что конкурс железно проводится и все. И никого не волновало, что лоты нарезаны без учета интереса среднего, малого бизнеса. У нас же на сегодняшний день задекларирована помощь среднему и малому бизнесу. Это же основа экономики в развитых странах. У нас исключительно на крупный бизнес ориентировались. Но, как видим, победили ЖКС. Это вопрос, конечно, спорный. Это в Приморском районе? Да, в Приморском районе и в Киевском тоже, хочу сказать, победили ЖКС. А вот скажите, пожалуйста, меня прежде всего, я присутствовала на заседаниях комиссии в Малиновской администрации, в Приморской, меня волновал вопрос. На основании чего были вот таким образом распределены лоты? То есть всего два лота, 1700 домов, допустим, как мы слышали в сюжете, и 1000 домов. Почему не дробили? По указу Минрегиона, значит, есть там порядок проведения этих конкурсов. Предусматривает, что организовывает конкурс исполнительный орган местного совета. В данном случае делегировали райадминистрациям, что тоже спорный вопрос, в принципе, по закону. Но делили таким образом эти райадминистрации, когда организовали конкурс. Они набирали членов комиссии для конкурса. То есть не было никого там общественного отбора, не было никого общественного обсуждения, на какие лоты дробить, кого выбирать в конкурсную комиссию. А просто нарезали, как нарезали. То есть это было исключительное решение администрации. Почему так? Ну, очевидно, чтобы не допустить мелкие компании, которые могут взять 10, 20, 30 домов для обслуживания. В итоге в Приморском районе, как я понимаю, остается ЖКС Фонтанский и ЖКС Портофранкосов. Да, в Приморском районе остается ЖКС Фонтанский и ЖКС Портофранковский, что напрямую в данном случае является нарушением антимонопольного законодательства. И то же самое происходит в Киевском районе, где на 4 лота победило 2 ЖК. То есть они по 2 лота даже забрали каждый? Да, они по 2 лота забрали каждый. Киевский район, мы обсудим на нашем следующем блоге. Блоги сразу же проанонсируют. Юрий, вы возглавляли, скажем так, протестное движение против данного конкурса в Суворовском районе. Что в Суворовском районе? В Суворовском районе ЖКи пока не победили. Ну, между прочим, конкурс еще не завершен. То есть в течение 10 дней должны огласить результаты данных конкурсов. В Суворовском районе ЖКСы, либо компании ЖЭП, там, ЖЭП Суворовский, например, есть компания, которая по факту тоже ЖКС. ЖКСы отпали, а ЖЭП, скорее всего, не пройдет. Потому что есть литовская компания, но компания с литовскими корнями, которая предложила лучшие условия по цене. Ну, посмотрим, конечно, что из этого получится. А как такое что? Ты хочешь прокомментировать насчет этой компании более конкретно? Да, значит, сделали небольшое расследование после того, как объявили эти компании, там конкретно Балтика Сервис, если я не ошибаюсь, или Балтия Сервис, и Мисту для Левдей. Если внимательно вглядеться в состав их учредителей, можно заметить компанию Севинити Украин, которая является литовской компанией по факту, а ее соучредителем является компания Севинити, которая, по информации других СМИ, я, к сожалению, не добрался до литовского реестра, не успел, принадлежит Крамаренко. Это у нас бывший глава киевской администрации, киевской в плане города Киева. Но и вот эта компания, вот эта Миста для Левдей и Балтия Сервис давали наименьшую цену, на самом деле, на конкурсе и в Приморском районе, и вот, по словам Юрия, в Суворовском в том числе. И, учитывая, какая разбаловка идет, то есть сколько баллов за какие заслуги компании должна давать конкурсная комиссия, должна была победить именно Балтия Сервис и Миста для людей, что в Приморском районе, что в Киевском, что в Суворовском. Но мы видим по Приморскому району, что победили два ЖКС. Это при том, что после того, как мы покинули уже после акции Приморскую администрацию, там остались некоторые наши активисты, и, по их словам, Портофранковский тоже не принес все документы на это событие, и его тоже исключили вроде как при всех. Но в итоге мы видим, что он победил. Но в итоге, насколько я знаю, сегодня я слышала результаты, и называлось количество баллов, то есть вот эта киевская компания набрала порядка 60 баллов, а наши ЖКС уже озвучены порядка более 90. Да, и это очень такой спорный вопрос, потому что реально должна была победить вот эта вот литовская компания. Хотя я ни в коем случае не выступаю за то, чтобы она монополизировала наш рынок, но если уже идти по здравой логике, то вера должна была взять она. Почему произошло так, непонятно. Пригласим нашего третьего гостя, чтобы разобраться, почему произошло именно так. И потом, кстати, по поводу Приморского района еще один интересный такой очень резонансный вопросик получается. К нам присоединяется Эдуард Караджи, экономист. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Присаживайтесь. Здравствуйте. Что хотел спросить по Приморскому району? Там такая баталия происходит между главой ЖКС Фонтанский и одним из депутатов Одесского городского совета. Вот для того, что начали вскрываться факты, очень интересно. Я думаю, это поможет. Да, я более подробно расскажу, о чем сейчас напомнил нам Игорь. И попрошу режиссера вывести изображение моего ноутбука на экран, чтобы видели его и наши зрители. Собственно, речь идет о посте Владимира Корниенко. Зачитываю. Учитывая все последние новости, связанные с несколькими судимостями начальника КП ЖКС Фонтанский и обращениями ко мне ряда общественных организаций, я завтра совместно с представителями общественности буду обращаться на имя городского головы с просьбой отстранения от занимаемой должности Александра Цычука. Причем он взял информацию не свою, эту информацию нашел другой человек. И действительно, на аппаратном совещании сегодня этот вопрос попробовали задать, но особо как бы он не получился. Действительно, у нас сейчас осидевший начальник ЖКС, и этот ЖКС выигрывает еще конкурс? Не могу прокомментировать в данном случае ничего, потому что я не в курсе был о судимости начальника КП ЖКС Фонтанский на самом деле. Но это показатель, как по мне, если это действительно правда, каким образом у нас происходят все эти конкурсы. И в целом добавить по этому поводу нечего. Давайте дадим высказать нашему гостю, третьему. Эдуард, скажите, пожалуйста, что мы получаем в итоге? Нам говорили, управляющая компания, это будет полностью частная компания, которая может предъявлять как частным лицам полный пакет требований, в том числе и судебных и так дальше. То есть нам обещали, что не будет этой отмазки, мы банкроты, у государства нет денег, поэтому мы не ремонтируем те же самые парадные. В итоге, насколько мы сейчас понимаем, даже названия остались те же. Что же это такое за управляющая компания на ЖКС? Это дело, скажем, несколько в управляющей компании. То есть вполне могли бы сегодняшние победители победить и в честной борьбе, потому что у них достаточный опыт и потенциал, и возможностей, и админресурсов в том числе. Но то, что произошло вот на этой неделе в Одессе, просто в шоке, потому что вообще непонятно, зачем это делать, зачем такую процедуру проводить. Потому что настолько шито белыми нитками, настолько это вызывает возмущение у всех одесситов, и это, возможно, быть какой-то одесский отдельный Майдан. По одной простой причине, потому что мы знаем, в городе сформированы сотни, по СМД, которые пытаются получить свои дома к себе в управление, и уже где полгода, где год, где девять месяцев, просто райадминистрация тропедирует, но городской совет, что не дает возможности принять собственные дома в собственное управление. Сегодня вообще меня, знаете, непонятно, вот эта шкала, как распределяются дома, потому что, ну, не может сегодня новый дом и старый дом иметь одинаковый тариф. Не может сегодня дом, где 500 квартир и 25 квартир, иметь одинаковый тариф. Это экономически, вообще-то невозможно, в принципе, такого быть. И опять мы получаем такую картину, когда колхоз, когда мы все кидаем деньги в один общаг, а потом с того общага мы распределяем, кто ближе, кто дальше, кто лучше, кто хуже. И, конечно, сама по себе процедура, она просто, ну, нет условий, сколько вызывает возмущение. Конечно, лоты должны были быть поделены, причем поделены не обязательно так, что один дом, один лот. Понятно, что есть дома поновее, понятно, что есть дома, которые никто никогда не возьмет, потому что они экономически, называют старые дома, запущенные дома, и там тарифы должны быть в разы больше, чем по всем домам. Экономически, как же, управляющая организация просто принципиально бы не хотела бы его брать. Сегодня то, что произошло, ну, называется, без меня меня женили. Это как, знаете, у Чичикова мертвые души. Вот спросили людей, как крепостных, отправили туда, и делайте, что хотите. Я, знаете, как более того, город, еще я вижу за нем такую вину, когда многие МСМД пообещали, ну, скажем, не манны небесные, но, во всяком случае, много пообещали. Им пообещали стоить до 100 тысяч гривен на каждый дом, чтобы они могли вложить в ремонт. Кому сети, кому крышу, кому окна, двери, неважно. Они ждали и специально не принимали дома в свое управление, чтобы не потерять эти 100 тысяч. Мы же им сказали, вы примите, вы деньги эти не увидите. То есть ЖКС их время дурили. Потом им говорили, если вы уйдете, вот ОСМД примите дом, мы вам не дадим документацию. Пока ЖКС им обещал тех паспорт на дом, который никакого значения абсолютно не имеет и не нужен, но им обещали, мы вам сделаем, правда, он стоит очень дорого. Им обещали другую техническую документацию. И сегодня, знаете, очень странно, когда те же ЖКС отказывали ОСМД в документации на электричество, на канализацию, на водоотведение, на лифты, на все. Говорят, у нас ничего нет, а вот дети, мы это все сделаем. В итоге никто ничего не сделал, и те же самые ЖКСы все это забрали голыми руками. Знаете, про ЖКС, в принципе, слава не очень хорошая. И про их предшественников ЖЭКи, ДЭЗы, как ни назови, одним словом, понятно, что это заявление. Нехорошая слава среди одесситов. Мы видим, как мы живем, мы видим, что все эти годы ничего не делалось, хоть деньги и собирались. Вообще, на что они рассчитывают, что изменится? Теперь они говорят, что будут брать больше денег и начнут лучше работать. Ведь, по сути, мощности остаются те же, дворники те же, оборудование те же, помещения те же, руководство тоже, все то же самое. Даже названия они не удосужились изменить. И продолжая мысль Игоря, мне очень хотелось бы спросить, потому что, мне кажется, я где-то уже видела в социальных сетях информацию и цифры, суммы, тарифы. Ведь уже кто-то озвучивал тарифы. Насколько больше? Тарифы увеличатся, но разные тарифы в среднем были предлагаемы по разным районам. Самый минимальный тариф – это где-то в среднем 3,5 гривны по Суворовскому району. Доходит тариф, предлагаемый до 5 гривен. Я акцентирую внимание на том, что предлагаемый, потому что независимо от того, что тариф на начальном этапе будет такой, он может измениться уже в процессе. И что самое интересное, люди, возможно, в течение года не смогут разорвать договор с новыми управляющими, так как они не являются даже сторонами договора, а администрация подписывает договор за людей. Разрешите, прокомментирую. Смотрите, значит, по поводу цен. Самая высокая цена у нас была в Киевском районе. Там порядка 5 гривен за дом примерно было, ну, за квадратный метр. Но по факту, уже по объявленной информации, каким-то образом тарифы, которые победили, стали по 3,50, по 3,80, как во всех остальных районах. Хотя во время зачитки, озвучивания цен, там не было ниже 5 гривен абсолютно ни одного лота. Каким образом эти документы донесли за выходные или что-то еще сделали, когда крайний срок подачи был 11 числа, то есть абсолютно непонятно. А чем это чревато? Ну, чем чревато то, что они подменили документы, ну, это обман, уголовное преступление. Ну, это уже, знаете, у кого в Одессе не удивить. Я имею в виду, смотрите, они сказали 5 гривен, это рентабельно, мы сможем все отремонтировать. А теперь приносят 3,5, и знают, что на полторы уже не будет хватать заранее. Теперь, да, теперь это будут те же самые КПЖКСы, которые были, они даже не сменили по факту своего названия. Тот же самый, действительно, персонал. И один такой нюанс. Цены поднялись, учитывая, что многие дома все равно будут убыточными. Все равно из наших карманов будет городской совет давать дотации ЖКСам на оплату сотрудников и на прочие вещи. И таким образом спасать его от очередного банкротства. То есть продолжится по факту то же самое, что продолжается сегодня. А учитывая, что тариф во многих домах вырос в 2 раза, для некоторых это в 3 раза, у кого-то гривна был тариф, то я предполагаю, что этим деньгам найдут свое достойное применение, как обычно. У нас огромное количество коммунальных проблем в системе ЖКХ. Вообще все очень печально, особенно Приморский район, центр города скоро, мне кажется, весь рухнет. На что они рассчитывают? Ведь не хватит же этих денег, чтобы отремонтировать. А дали бы, допустим, каким-то частникам. Там, понятно, люди разобьются по финансовому положению, по интересам, скажем так, на какие-то группы. Вот у нас есть 5 богатых домов в центре города, они рушатся, мы хотим за свои деньги восстановить, давайте нам такой тариф, мы будем скидываться. Но теперь же к этим домам еще там смолдаванки, столько там добавят, оттуда, оттуда, оттуда. Им придется тогда платить за все дома, а люди будут не согласны. То есть на что рассчитывает городская власть и что даст теперь вот эта вот перемена коек, простите? Ведь действительно денег будет столько же, проблемы будут те же и будут продолжать расти. Тут был конкурс проведен, скорее, не из расчета на ремонт домов или не из расчета на какие-то изменения в сфере ЖКХ. Сделали упор на сохранение контроля над сферой ЖКХ, чтобы каким-то образом оставить за собой этот административный ресурс в виде возможности управления домами. Он очень часто полезен. Ну, те же самые дворники и прочие там ходят в политический сезон, сыграют политическую рекламу неугодную. Или там мешают каким-то образом. Их же можно погнать голосовать. Ну, это такое, это общее. Кроме того, когда оно ближе к бюджету, скажем так, намного проще распиливать деньги. Все как обычно. С помещениями что? Цокольное, это же арендное помещение. Все думали, что они будут принадлежать самим же горожанам, управляющие компании будут помогать сдавать в аренду. Это интересный вопрос. У нас городской совет и исполнительная власть считают, что все подвалы, чердаки, вообще подъезды, все является коммунальной собственностью. Они очень часто так в своих ответах в официальных письмах и пишут, что это коммунальная собственность. Хотя на самом деле право коммунальной собственности не приобретено. И по Гражданскому кодексу, и по закону об особенностях осуществления прав собственности в многоквартирных домах это общая совместная собственность. То есть люди владеют этими подвалами, этими цоколями. Но у них практически нет механизма реализации этого права, чтобы помещение сдавать в аренду и деньги пускать на улучшение дома. Либо использовать оно для собственных нужд, как общее хранилище хлама какого-нибудь даже элементарного. Единственный вариант его использовать, это создать УСМД и получить дом на так называемый баланс. Что, кстати, тоже является уткой со стороны городского совета. Потому что в других городах, Днепропетровск, Львов, Киев, не нужно абсолютно создавать, не нужно проходить сессию какую-то или что-то такое делать для того, чтобы начать пользоваться этими помещениями, обслуживать дом и так далее. Просто создается УСМД и все, с этого момента оно отвечает за дом. А вопрос списания с баланса коммунальных служб этого дома, это уже проблема коммунальных служб и городского совета. Никоим образом не этого УСМД. А у нас для того, что там угрожают, вам нельзя там устанавливать тариф, вам нельзя начинать самостоятельно обслуживаться, пока мы вас через сессию не проведем, мы вам документы не отдадим. Ну, это манипуляции типичные. Эдуард, вы кивали во время комментариев нашего гостя? Мне вообще непонятно, как управляющие организации будут собирать сегодня деньги. Потому что пока было то уже КХ, и люди получали квартиры от государства бесплатно, и как бы они изначально там находились. Сегодня совсем другая организация, да, сегодня управляют домом, еще должен быть какой-то договор, жильцы должны подписать, жильцы должны согласиться, жильцам должны показать какую-то калькуляцию. Один жилет согласится, другой не согласится, другой скажет больше, я хочу меньше денег платить, другой скажет, я хочу больше платить, но лучше жить. Поэтому заходим сегодня в такой какой-то правовой тупик. И я вообще не представляю... Очень часто сейчас многие юристы говорят, мы вас научим, как не платить за коммуналку, потому что ни у кого нет прямого договора, там говорят... Тут учить не надо, тут учить не надо. Мы можем прийти, получается, к тому коллапсу, когда будут пытаться отбирать квартиры за неуплату, а с другой стороны адвокаты говорят, мы вам не должны платить. А на каком основании забирать за уплату? Скажите, пожалуйста, что есть договор с управляющей организацией, у каждого жильца, у собственника квартиры, я не говорю, за жильца. Сегодня проблема найти хозяина квартиры. То есть даже там, где УСМД существует, живут квартиранты, живут дети, живут родители, но только не собственники. И провести какое-то собрание, то, что сегодня в законе написано, набрать 60%, 75%. Это вот изначально, когда закон об УСМД писали, новую редакцию, делали настолько все умно, да, чтобы УСМД просто умерло и похоронили его на корню. То есть это то, что сегодня происходит, это была такая цель, знаете, как двухлетней, трехлетней давности. То есть это сегодня все родилось. Меня просто, опять же, возмущает, насколько можно было разбить на два лота целый район или на четыре лота целый район, когда... Ну, это вообще невозможно так. Одним махом решить всю эту проблему. Более того, они проблему только усугубили. Они только сделали ее хуже. Единственное, что, как бы, у горожан есть один год разорвать этот договор. Но, опять же, что разорвать, если мы его еще нету? Мы договор заключим, а потом разорвать очень сложно. Будет практически просто невозможно. Поэтому я бы на месте дал бы совет горожанам очень хорошо подумать, перед чем что-либо подписывать и принимать решение. Время нашего первого блока подходит к концу. Давайте по финальной фразе прогноз. Юрий, вот с вас начнем. Вам, видимо, не хватило немножечко времени. Прогноз, что будет дальше? Бородьба отрывает или все уже так и закончилось? Я думаю, что ничего еще не закончилось, все только начинается. Почему? Потому что проблемы, они будут, наверное, более серьезными со временем. Кстати, насчет тарифа. Потому что тариф, непонятно, откуда он появился. Непонятно, как за месяц все дома прошли и посчитали этот тариф. Так же само я не до конца согласен, что у людей не будут проблемы, если они не будут платить. Скорее, больше вероятности того, что если на них подадут в суд, есть все основания правовые относительно того, чтобы действительно с людей что-то взымать. Поэтому это очень серьезные проблемы и надо действительно просыпаться людям и брать дома в свои руки. Виктор Ошинник. Я тут хочу сделать небольшой комментарий по поводу закона про ОСМД. Я, как ярый сторонник ОСМД и практикующий юрист в этой сфере, хочу сказать, что закон в целом написан приемлемо. Вполне возможно создать ОСМД. 50 плюс 1% это вполне адекватная цифра, даже более чем. И по поводу ухода от управляющих, от них можно уйти по сегодняшнему законодательству. За 2 месяца мы создаем ОСМД, предупреждаем за 2 месяца управляющую о том, что мы уходим от нее. И все, она нам обязана передать документы. То есть никаких там не надо отдельных разрывов договоров. Это уже индивидуальная проблема администрации, которая заключила договор. И этой компании частной, ну у нас ЖКС, не частной компании, которые обслуживают этот дом. Простите, время, действительно, не хочу вас торопить. Эдуард, ваше пару последних слов по поводу прогноза. Чего ожидать дальше? Прогноз, я не вижу пока ничего хорошего. Действительно, очень надеюсь, что этот переход от управляющей организации, те ОСМД, которые все-таки хотят получить суду и мечтают об этом, что это будет безболезненно, эта процедура действительно будет осуществляться. Потому что на сегодняшний день мы видим, что город делает все возможное, чтобы ОСМД не брали дома в свои руки. Хотя непонятно почему. Она же будет заинтересована. Проблема у ЖКХ ушла от города в частные компании ОСМД, чтобы ушла только, чтобы город этим не занимался. Потому что весь негатив, большинство негатива от качества жилищно-коммунальных услуг. Но город все делает почему-то наоборот. Действительно, когда уровень жизни катится вниз, и уже даже дома жить невозможно, люди совсем возмущены. Интерактивное голосование, которое мы объявляли в начале нашего эфира, оно перейдет в следующий блок. Дальше мы поговорим про Киевский район и Малиновский район. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Напомню, у нас в гостях был Виктор Шатов, член городской организации «Демальянс», также Юрий Дьяченко, глава данной организации, и Эдуард Каражи, экономист. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Оставайтесь с нами. Дальше вас ждет второй блок. Будем обсуждать эту же тему.